Здравствуйте! Такой уж у меня характер, часто говорят люди, оправдывая свои негативные поступки. Действительно ли характер – это нечто неизменное? Или можно его совершенствовать? Сегодня это тема нашей программы, и на наши вопросы отвечает семейный консультант Лидия Дмитриевна Нейкурс. Лидия Дмитриевна, рада вас приветствовать. Добрый день. Здравствуйте. Характер обычно нам представляется чем-то, ну, каким-то прочным фундаментом, который почти невозможно изменить. С другой стороны, сейчас многие психологи, коучи призывают к тому, что очень важно совершенствоваться, меняться, улучшать себя. И, в общем-то, это основной посыл христианства – становиться лучше, совершенствоваться. Конечно, если у нас в нашем понятии будет такое, мысль такая всегда нас как-то толкать в эту тему. Характер – это нестабильная величина, непостоянная. Характер – это изменяемая величина. И нельзя говорить, вот такой уж у меня характер, вот такой уж у меня мысли, вот такие уж у меня. Значит, вот принимайте меня, пожалуйста, и любите меня такой, какая я есть. Это неправильное положение и неправильная постановка мыслей и поступков, и самого соображения. Это неправильно. Дело в том, что характер – это набор каких-то характерных черт для человека. Откуда они берутся, как они появляются. Вы уже напомнили о том, что как-то у маленьких детей уже набор начинается, когда он начинает рождаться. Кроме этого, у нас еще один есть способ уже каким-то образом увидеть этот наборчик – это генетика. То есть бабушки, дедушки с разных сторон, с одной, с папиной, маминой. Что-то-то у них есть, какие-то есть генетические предрасположенности. А бывает в одной семье двое, трое, четверо детей. Они все разные. Они все разные, хотя подходы в воспитании. Да, почти одинаковые, да. Но дело в том, что генетика играет огромную роль. Причем генетика не просто в смысле генетики науки, а генетика в смысле плюс и минус. Что он получил? Плюс или минус? От того дедушки, от этого, папы, мамы. То есть ребенок получает все, что ему дают. А вот теперь этот ребенок растет, и мы определенно видим. Я, например, встречала такую большую проблему в одной семье, когда родители, ну прямо очень интеллигентные, хорошие люди, они растерялись. У девочки характерные черты воровки. Она воровала все, что видела. И причем с маленького возраста. И в школе, и до школы, и в детском садике, и в гостях. Она не может выйти, если она чего-нибудь не возьмет в свой карман. Ее постоянно обыскивали. Ну что дальше будет? И вот они привели ее ко мне. Ну вот что делать? Вот поговорите с нашей дочкой. Говорю, что с ней говорить, если ей всего 7 лет? Что она может сказать? Ей хочется воровать, и все. Она так и говорит. Я хочу, мне нравится, я забрала, и все. В чем дело? Ну, обычные, говорят, там, специалисты им посоветовали, она перерастет. А как-то она пройдет, она поймет, и все. Ничего подобного. Мы, когда разобрались с семьями, оказывается, у мужа дедушка точно был такой. То есть генетически. Бог предупредил человека, когда ты совершаешь какой-то негативный поступок, библейское выражение грех, знай, что он делает мутацию в твоих хромосомах. Ты генетически можешь передать каком-то поколении своему потомку именно склонность к этому греху. Больше всего это алкоголизм, мы уже знаем, как это по наследству передается. Вот склонность к лыжи, склонность к воровству и к прелюбодеянию, к изменам. Вот это вот то, что на моей практике я это увидела, это передается генетически. Ну, вторая заповедь сразу говорит, что будет проклятие, если человек это делает, до третьего и четвертого рода. Четыре рода. Ну, поди знай, я не знаю своего четвертого рода, что там оттуда пришло ко мне. Потом разве же я виноват, что там дедушка, прадедушка. И не знаю, и не виноват. Но если мы берем во внимание понятие, что характер это не стабильная величина, а она подвергается изменениям, тогда у нас есть выход. Есть надежда. Надежда есть на то, что я могу что-то сделать с собою. И вот что сделать? И первое, конечно, средство. Мы читаем, например, Священное Писание, как христиане. Мы читаем. А там есть много таких примеров, когда Бог советует, что сделать человеку, чтобы избавиться от той или другой черты характера. Во-первых, Библия говорит, что это надо начинать в раннем детстве. А не когда уже человек вырос, и он говорит, вот такой у меня характер, я не могу. Это значит, что никто не обращал внимания на особенность этого индивидуума, что у него там плюс, а что минус. Никто его не воспитывал. Мне очень нравится сравнение характера с огородом. Если у нас есть огород, мы же не говорим, ну такой у меня огород, весь зарос крапивой. Ну вот такой он у меня, ну что я могу сделать? Мы же так не говорим, как хозяйки. Мы идем, засучиваем или опускаем наоборот рукава, идем в этот огород, принимаем рукавицы и начинаем вырывать, выкапывать, выбрасывать крапиву. И что-то садим там хорошее. Когда это хорошее растет, так его надо и полить, и обкопать, и посмотреть, и побрызгать. Крапиву не надо ни обкапывать, ни брызгать, или какую-нибудь лебеду, или еще что-нибудь. То есть есть качество характера, которые даже если генетически передаются, они не требуют никакой обработки. И никаких дополнительных питаний. Оно растет само и быстро. Но когда мы насаждаем что-то благородное в характере, в своем, то ли в наших детях, это все равно, оно требует очень тщательного наблюдения. То есть это что значит? Я работаю над своим характером. Я работаю как на огороде. Ну вот хорошо, конечно, с детства, когда родители мудрые, они воспитывают ребенка с учетом его особенностей характера, корректируют и ему помогают расти и стать нормальным человеком хорошим. А когда ты уже взрослый, и ты уже вот видишь, ты вспыльчивый, и все за голову хватаются. Или наоборот, ты настолько мягкий и безответственный, что тоже все за голову хватаются. И тебе неуютно, и другим плохо с тобой. Что делать? Да, с чего начать? Не выпускать это слово из головы своей. Огород. Если у нас огород есть, и мы как хозяйка ответственны за этот огород, то если я мягкотелый, допустим, и у меня крапива такая растет или лебеда, она и будет расти. Что надо сделать? Начинать, составлять план работы, намечать время и все по плану начинать делать. То есть я советую таким людям, у которых не было хорошего огородника, который бы помог им воспитать хороший характер, просто перечислить у себя на основании хорошего оригинала, перечисленных черт, что хорошо и что плохо. Мы уже знаем с детства стихотворение, что такое хорошо и что такое плохо. То есть свои плюсы и минусы написать. Тогда мы берем бумагу и пишем, что является моим плюсом. Я такой, такой, а вот что минусом? Я уже заметила у себя это. Но я, может, даже в себе не хочу признаваться в том, что у меня есть такие минусы. Если у меня есть хороший друг, нормальный человек, я иду к нему и говорю, слушай, что тебе во мне не нравится? Вот редко кто это делает. Каждый защищает свой огород и огораживает его, чтобы никто туда не залез и не начал там дергать. Да, конечно. Зачем нам наполнительный дискомфорт? Это же он сейчас скажет про нас плохое, нам это неприятно. И не нравится, и не хочу, не хочу. Вот это вот слово означает. Я плохая хозяйка, у меня есть огород, там выросла лебеда выше человеческого роста. И пусть растет, не трогайте меня. Мы на такую хозяйку как посмотрим? Это что-то не то с человеком, ненормально. И вот теперь, когда мы это понятие огорода переносим на нашу духовную сферу, характер, это духовная сфера, значит, мы должны посмотреть, кто же может смотреть на наш огород и определить, что там хорошее, что плохо. Оказывается, Бог сделал это для человека. Он послал свое письмо человеку, Библию. И когда мы читаем это письмо, Бог говорит, ты посмотри, чем окончилось вранье из жизни Иакова. Вот чем окончилось вранье. И мы читаем, думаю, а я? То есть каждое повеление, каждое исследование, Библия – уникальная книга, которая дает каждому человеку свое влияние именно на ту сферу, что у него есть и положительная, и отрицательная сфера характера. Библия как раз именно та книга по психологии, по психогенетике, по всем этим наукам современным, самым лучшим, в Библии есть основы всех наук, которые касаются воспитания человека и его спасения с этого страшного огорода. И Бог дает даже советы. Вот он говорит так. Ты имеешь ребенка, ребенок подрастает, ты увидел в нем какой-то минус. Тут же мы в Библии читаем такое выражение. Глупость привязалась к сердцу юноши. Мы под словом глупость уже знаем, что там у нас привязалось. И дальше исправительная розга уберет это очень хорошо. Что это означает? Примените силу, обратите внимание. Это не значит, что мы должны взять в руки розгу и лупить этого человека, мальчика или девочку. Не в этом смысле. Но именно то, что нужно ограничить, какие-то поставить слова нет, поговорить, конфликт решить. То есть мы начинаем обрабатывать этот участок, где я обнаружил эту лебеду в огороде. Ее надо выкопать с корнем, а не дернуть сверху или сломать немножко. Не смей так глупо делать. Он похлопал глазами, не смеет. Когда папа не видит и мама, он опять то же самое делает. А как с собой-то, со взрослым? Да, а вот теперь вторая уже половина жизни. Нам никто в детстве не говорил, нас никто не наказывал. Генетически мы получили. И есть ли надежда, что такую работу можно сделать взрослому человеку? Не только надежда, а Божье веление. Ты должен исследовать себя. Библия говорит как? Исследуйте себя, да еще как? Внимательно. Обратите внимание на свой характер. Не защищайте свой огород от всех, а исследуйте внимательно каждый участок, каждый сантиметр своего характера, все ли там в порядке. То ли это хорошее качество, то ли это плохое. Мы даже говорили и так, что иногда хорошее качество, если я не досмотрю за ним, оно перерастет в плохое. Какой-то уйдет в сторону. Да, но можем ли мы себя объективно оценить? Вот иногда кто-то так посмотрит, качество свои напишет и подумает, да я прекрасный человек. И неплохо я выгляжу. Да, может, да. Так дело в том, что... Надо трезво к этому подойти. А если ты привык поступать в жизни нездраво, то ты к этому подойдешь также. Так вот, вот именно, что сам человек, у него иногда бывает такое желание, надо бы исправиться, надо бы. Я опаздываю, но надо бы исправиться. И вот у меня такая привычка, ну вы же меня знаете, ты вы мне прощайте. Я на 2 минуты, на 5 минут, на 10 я всегда опаздываю. Ну уж я такой. Какому коллективу нравится такой член коллектива? Ему все время говорят, все время говорят, что он должен сделать. Вот такое качество характера у него есть. Он должен сесть и подумать, почему у меня так получается. Причина того, что я опаздываю или что-то я там делаю не так. То есть я осознаю первый шаг. В моем огороде завелась лебеда. Или завиралась крапива. То есть сорняк. В моем огороде есть. Это первый шаг к тому, что я назвал такое действие или такую черту характера сорняком. Естественно, я уже тогда буду думать, как его убрать. И теперь как я его уберу? Конечно, если мы все христиане, то у нас очень хороший способ есть. Лопатку в руки и выкапывай с корнем и выбрасывай. Что это означает? Я иду к Богу, становлюсь перед Ним как дитя Его и говорю, Господи, ты посмотри, что у меня в огороде завелось. Ну не знаю, как исправить. Помоги мне в этом. И интересно, что Бог никогда не пропускает мимо таких молитв. Особенно, обращая внимание, эти молитвы не тогда должны произноситься, когда человек устал. Он хочет только сказать, Господи, спасибо, что я живой. И что ты мне дал здоровье. И спать ложиться. Он не думает над своим, что... Ну, когда анализируешь что-то там, ему неприятность какая-то. А в общем принципе, он должен эти вопросы решать с Богом утром, когда он встает, и у него перед ним целый день. И он должен идти на 3-4 точки, где он всегда опаздывал. Вот он теперь встает перед Богом и говорит, Господи, я иду, у меня такой план работы. Помоги мне не опоздать нигде. Дай мне разум так распределить свои обязанности и труды, чтобы я не опаздывал. Это неприятно, это нехорошо. Это мой сорняк. И когда он просит Бога помощи, ну, не было еще таких людей, которым Бог абсолютно не ответил, не обратил внимания. Да, это мелочи жизни, справишься сам. Бог никогда так не говорит. Он говорит, тебе не хватает мудрости, как исправить? Иди ко мне. Я тебе без упрека дам, я не назову тебя глупым. Я тебе дам мудрости столько, сколько надо. Когда ты это попросил, Господи, не хватает у меня мудрости. Бог дает мудрость, и вы каждый день можете увидеть ответ Бога. Как только вы распределяете свое время и знаете, вам нужно за 40 минут выйти, у вас в уме будет стучать эти 40 минут. За 40 минут вы выйдете, вы успеете, на работу придете без пяти, а не 10 минут позже. Надо ли еще себя самого дисциплинировать? Вот эта дисциплина, да, должна быть. Помимо того, что мы молимся и все отдаем в молитве Богу, а сами еще посплю, Бог решит мою проблему. Это я еще успею сделать. Но ведь надо и самим что-то сделать. Ну, это мы взяли одну черту такую характера, как опаздывание. Есть много. У нас, если мы начнем перечислять, какие есть черты негативные, это такой длинный список будет для нас. Но если мы искренне к этому относимся, этот список будет, и там перечислено будет все то, с чем я должен бороться в себе. Лидия Дмитриевна, может быть, кому-то из наших близких не понравится, что мы вдруг начали меняться. Допустим, говорили о том, что есть такая черта, как мягкотелость, уступчивость. То есть люди привыкли, что человек такой, они вешают, вешают на него, он совсем согласен, никогда не спорит. А тут вдруг он начал характер проявлять, начал мнение свое высказывать. Это людям не нравится. Может быть, и есть такие люди, которым не нравится, они привыкли, им хорошо, удобно с нами, такими, какие мы есть. Но у нас же другое есть что-то, понятие. Это плохо. И если я усвоил себя, себя убедил и увидел, что эта черта характера отвратительна и для меня, и для людей. Ведь я располагаю людей к тому, чтобы они давили на меня. То есть я способствую их падению, их сорнякам. Поэтому вот эта позиция, огород, она дает очень хороший результат. Я не хочу, чтобы у них была авторитарность. Поэтому я буду отстаивать то мнение, которое полезно для меня и для них. Это разумное решение, разумное решение. Когда я знаю, это плохо, и я от этого хочу освободиться. А люди, конечно, похлопают глазами и скажут, вау, это что с человеком? Он хочет меняться, нам не выгодно. Это их проблема. Им выгодно или не выгодно. А у нас есть стандарт совершенства. Иисус Христос. И он говорит, растите до совершенства характера Иисуса Христа. А уж там красота. Мы хотим и такими быть, и такими. И вот мы начинаем просить у Бога. Дай нам силы это у себя организовать. Мне нравится это. И Господь говорит, нет проблем. Я даю мудрость, делай. И огород у нас будет чудесный, прекрасный. Иисус Дмитриевна, спасибо вам за эту беседу. В общем-то, наш разговор сегодняшний прошел под лозунгом «Долой лебеду». Да. Спасибо вам за участие в передаче. Спасибо вам. Дорогие друзья, спасибо за то, что смотрели нас. Это была программа «Я и мой характер». Пусть Господь поможет вам меняться. И всегда помните о том, что в мире есть только один человек, которого способны изменить. И этот человек вы. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok